Доброе утро! Пришло время, я бы сказала, гордых новостей и интересных гостей у нас в гостях. Сегодня скрипачка из Республики Молдова, которая примет участие вместе с другими 99 музыкантами в семи эпических концертов в составе Международного филармонического оркестра. Концерты будут проходить в Нью-Йорке в сентябре, в период, когда будет проходить 70-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН. Итак, Лия Руссу, доброе утро! Доброе утро! Лия, вот такая новость пронеслась не так давно в средствах массовой информации. Действительно, и вас поздравляли, много комментирующих эту новость, которые гордятся. Как получилось, что вы попали в это счастливое число? Действительно счастливое, но это была усердная работа, так сказать. Я прошла несколько этапов, а особенно часть это включала онлайн-прослушивание. Мы должны были приготовить... Композицию, да, какую-то? Некий репертуар, так сказать. Ну, это обычный репертуар для музыкантов. Оркестровые трудности, сольные номера, как и Бах, так и Моцарт, чтобы они смотрели наши навыки и качество выделяющихся скрипачей. Получается, надо было не просто хорошо сыграть, но еще и выделиться какой-то, особенно какой-то деталью, да, получается? Или там именно была важность в чистоте сыгранного материала? Правильно. Все-таки, да? Чем лучше сыграешь, тем и больше баллов тебе начисляется. Во всех оркестрах это приветствуется. Почему вы решили подать заявку? Это почетно, да, для музыканта принять участие в таком мероприятии? Даже прослушивание для нас очень хороший опыт, который нам понадобится в дальнейшем в нашей карьере. И даже если мы не прошли, но, к счастью, все это все-таки случилось, все равно это остается как некие навыки, чтобы дальше знать, как двигаться, что нужно правильно сделать, чтобы не допустить уже тех ошибок. И так. Ну вот что касается этой сотни музыкантов, это одна из самых лучших музыкантов со всего мира, которых собирают в Нью-Йорке. По каким критериям отбираются эти музыканты? Есть ли какие-то основные базы, по которым вас отбирают? Нам не озвучили, почему нас выбрали или почему у нас не было личного контакта с жюри. Мы даже не знаем, кто состоял в этом основном жюри. Еще не... Абсолютно конфиденциально все происходило. Это да. Какой-то такой счастливый билет, конечно же, это упорство, труд, благодаря которому удалось добиться, уже можно говорить. Огромное же количество претендентов было. СМИ давали цифры, что-то более 900 человек подавали заявки. Вы знаете об этих цифрах? Насколько мне известно, это так и есть, но все равно, что от нас требуется, это, конечно, прежде всего наш опыт и наши навыки, наши возможности, что мы сможем им... Продемонстрировали, да, каким-то образом? Да. Что в итоге будет? То есть отобрали. Далее что? Перелет, репетиции? Как? Вы сначала погуляете по Нью-Йорку, отдохнете немножко. Дальше самая важная, самая тяжелая работа, подготовка к этим концертам, многие мастер-классы и даже конференции поддержаны ООН. Организация ООН, да? И очень почетно для нас, как послы нашей страны, можно так сказать, так и в приглашении было написано. То есть вы как представитель нашей страны едете. А вы не одна, да? Мы так поняли, за эфиром успели пошушукаться и узнали, что не только ли вы отправляетесь, да? Да, со мной выбрали еще одного очень хорошего музыканта, коллеги, так сказать, альтист Андрей Попа. Он сейчас тоже находится на другом проекте. И скоро ждем, чтобы все было хорошо и успели. Замечательно, сразу два участника из нашей страны пойдут посвятить нашу республику на таком престижном мероприятии. Семь концертов. А вот чему эти концерты посвящены? Можете с вами концерты рассказать? Что они будут себе представлять? Главная цель – это нас объединить для мира, можно так сказать. Так и было озвучено, чтобы ты сыграл свою партию, будь голосом своей нации во имя мира на всем мире. И для поддержки мира, соответственно. Необычный эксперимент, когда пытаются собрать абсолютно незнакомых 100 человек, которые каждый играет, наверное, в своей какой-то манере. Ты участник из нескольких десятков стран. Да, который не разговаривает о разных языках. А музыка звучит на одном. Замечательно, удивительно, интересно, как это будет происходить. А вот что касается, наверное, уже опыта. Вы много путешествуете, много выступаете за пределами нашей страны. Наверняка вам удалось сравнить, может быть, любовь к музыке, классической музыке. Больше ли любят классическую музыку, чем в нашей стране, за ее пределами? Либо все-таки это просто, может быть, какое-то такое привзятое отношение? Мифа об этом никакого нет. Это правда, что за рубежом классическая музыка намного чаще звучит. Не только в больших именитых залах, но даже на улице можно слушать и на городское радио. И для молодежи, и для старшего поколения это приходится как что-то очень нормальное в жизни. Естественное, да? Да. И, к счастью, сейчас уже наша молодежь тянется к совершенству, к чему-то красивому. И сейчас проводятся очень многие подобные концерты у нас в городе. И я вижу такой фидбэк, очень положительный. И они стремятся чаще, намного чаще прийти. Ну, начнем с того, что вы являетесь еще и участницей Кишинев Йос Оркестра. И как раз вот эти концерты, наверное, которые и привлекли молодежь, благодаря которым и заинтересовалась молодежь вот такой музыкой какой-то живой, настоящей. А чем вам интересен этот проект? Мне очень интересен этот проект, потому что этот оркестр дав мне возможности почувствовать себя главным в осуществлении одной очень важной цели в нашем городе, в нашей стране. И это приспособить, привлекать наших слушателей, наших зрителей к красивому, к музыке. Очень значимая вещь, кстати. Мы ничего сегодня практически не упомянули о самом главном. О самом главном вашей подруге, наверное, а может быть, друге. О скрипке. Вот как вы связали свою жизнь с этим инструментом? Почему именно скрика привлекла вас? Есть небольшое количество различных других инструментов. Во-первых, она считается королевой всех инструментов. Она очень красивая и по звуку, и по нежности даже... В общем, у вас привлекли и формы, и ее звучание, да? Все, все в совокупности. Но наших телезрителей ведь ждет сегодня не только разговор, а сегодня будет услышана скрипка. Что вы исполните? Исполню одну молдавскую... Исполню один молдавский этюд Степана Тимофеевича Ниаги. Можно считать как одним маленьким символом молдавской музыки. Академической молдавской музыки. Мы очень удовольствием послушаем. После небольшой паузы вернемся, и скрипка в эфире. Это, наверное, будет очень интересно. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ